Здравствуйте, меня зовут Ильяна, и тема нашего урока — это физико-географические страны. Выделяют крупные природно-территориальные комплексы и объединяют их в физико-географические страны. Они обладают относительной общностью геологического строения и рельефа, а также спецификой климата, сочетанием широтных географических зон и системой высотных поясов в горах. Вот так вот выглядят физико-географические страны нашей страны. Давайте теперь разбирать каждую по отдельности. Первая — это Восточноевропейская равнина. Она распространяется от берегов Северного Ледовитого океана до предгорий Кавказа и до Прикаспийской низменности. В основе ее лежит Восточноевропейская платформа. Рельеф представляет собой в основном ровный, низменный, иногда будут встречаться возвышенности и горные возвышения. Климат на данной территории будет умеренно континентальный, который на севере будет прохладным и теплым на юге. Речная сеть здесь будет густая и очень хорошо развита. На данной территории берут свое начало очень крупные реки европейской части нашей страны, такие как Ака, Дон, Днепр, Печора, Северная Двина и Волга. На данной территории ярко выражена зональность ландшафтов. Здесь встречается практически весь комплекс ландшафтных зон, таких как тундра, леса тундра, тайга, зона смешанных и широколиственных лесов, дальше идут лесостепи, степи, зона полупустынь и пустынь, а также включается немножко субтропиков. Данная зона благоприятна для ведения сельского хозяйства, а на юге территории иногда встречаются засухи. Следующая это в Кавказско-Крымская горная страна. Она включает в себя Горный Кавказ, а также северные склоны Большого Кавказа, простирающиеся от Черного моря до Каспийского. На данной территории обладает сейсмичностью, здесь нередки землетрясения. Крым представляет собой три горные гряды, которые расчленены понижениями. Самая высокая горная цепь гор является, похоже, больше на плоские столбообразные горы, высотой примерно 600 и 1500 метров. Кавказ — это высокие горы, которые простираются над уровнем моря уже на 4000, на 4000-5000. И они представляют собой высокие столбообразные также горы, которые расчленены ущельями. Климат здесь будет теплый, влажный, умеренно континентальный. На западных склонах Кавказских гор будут встречаться широколиственные леса, которые будут сменяться хвойными, а дальше альпийские луга. Выше них будут видны горные пики с ледниками. Так вот, на восточных склонах будут встречаться дубовые редколесия и степные ландшафты, которые будут сменяться высокогорными лугами. В пределах Урала ярко выражена высотная поясность, которая сменяется с севера на юг от тундры до зоны степей. Конечно же, на южном Урале более ярко выражен набор высотных поясов. Следующая зона — это Западная Сибирь. Западная Сибирь представляет собой плоскую обширную равнину, расположенную на западно-сибирской плите. На данной территории отмечается высокое увлажнение, также большое количество осадков, и так как ровный рельеф, то на данной территории распространено большое количество болот, а также многолетняя мерзлота, которая имеет мощность до нескольких сотен метров. На данной территории берут свое начало крупные реки, такие как Обь, Иртыш и Енисей, которые обладают большими запасами гидроэнергетических ресурсов. Климат на данной территории будет на севере влажный и суровый, тогда как на юге — теплый и засушливый. Зональность здесь тоже ярко выражена. Она начинается от таежных ландшафтов до лесостепных и степных на юге. Следующая физико-географическая страна — это Средняя Сибирь. Средняя Сибирь расположена между рекой Леной на западе и рекой Енисеем на востоке, также между берегами морей Карского и Лаптевых на севере и на юге горами Южной Сибири. В основе данной страны лежит Среднесибирская плоскогория. Рельеф будет в основном ровный, но будут встречаться возвышенности, которые будут иметь ступенчатую структуру. На данной территории также развита многолетняя мерзлота практически по всей территории. Климат здесь будет более суровый, такой резко континентальный. Зима будет продолжительная и морозная, и достаточно сухая. Лето теплое и влажное. Будет отмечаться большие амплитуды температур в течение всего года. Также зональность будет ярко выражена, но в основном здесь будут встречаться зоны от тайги до зоны, точнее от зоны тундры до зоны тайги. И не большими участками будут встречаться зоны лесостепей и степей. Следующая физико-географическая страна — это северо-восточная Сибирь. Она располагается между рекой Леной, горами Колымского и Чукотского Нагорья, на берегу морей Лапсевых и Восточно-Сибирских морей. Данная территория характеризуется резко континентальным климатом, потому что она расположена уже в центре материка и вообще практически не имеет никакого влияния на нее моря, например, Северного Ледовитого океана. На данной территории очень сильно распространена многолетняя мерзлота, практически повсеместно, и ее мощность будет достигать несколько сотен метров, а даже километров. На данной территории развиты болота, так как способствует низменный рельеф, в частности, и наличие многолетней мерзлоты. Например, на Яно-Индигирской низменности и на Колымской будут встречаться заболоченные тундры и редколесья, тогда как на юге зона будет заканчиваться таежной. Дальше идут горы Южной Сибири. Горы Южной Сибири включают в себя горы Алтай, Кузнецкий Алатау, также восточные и западные Саяны, горы Тувы, Прибайкалье и Забайкалье. Представляют собой сочетание горных хребтов и межгорных котловин. Климат здесь будет также резкоконтинентальный, будет холодная зима и малоснежная, и относительно теплое лето. На данной территории берут свое начало крупные реки, такие как Опья, Несея, Лена, а также озеро Байкал. Примерно три четвертых данной страны представляют собой горно-таежные леса. На горах Алтай и Лисаяны олипийские луга сменяются горными тундрами. На горных территориях, которые обладают большим континентальным климатом, будут встречаться лесостепи и полупустыни. Дальний Восток. Дальний Восток представляют собой горные территории, которые располагаются на северо-востоке нашей страны и омываются Беринговым, Охотским и Чукотскими морями, а также включают в себя Камчатку и Курильские острова. Так вот, на Камчатке и на Курильских островах очень сильно распространены вулканы. Климат здесь будет муссонный, то есть лето будет прохладное и дождливое, зима будет прохладная и многоснежная. На юге в данную территорию подключаются горы и низменности Преамурья, также горы Сихоте-Алинь и Сахалин. На данной территории будет распространена уже Уссурийская тайга, которая включает в себя таежные виды древесной растительности и субтропические. Спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok